Добрый день, уважаемые зрители канала Катранган. Рады вас приветствовать. И в данном видеообзоре мы расскажем вам вот о такой вот замечательной маске от известного бренда французского Боле, которая называется Небула, с фильтром Лемон. Ну, почему Лемон, мне кажется, абсолютно понятно. Такой вот желтый светлый фильтр первой категории, и с него мы и начнем, как самого важного элемента. Итак, еще раз. Линза здесь, фильтр непосредственно идет цилиндрический, не сферический, что, впрочем, не сильно сказывается на качестве изображения. То есть, очень достойный поликарбонат, к тому же, выполнен по специальным, скажем так, технологиям. Он еще дополнительно с укрепляющим покрытием или с предохраняющим от царапин. С внутренней стороны присутствует покрытие антифох на внутренней стенке данного фильтра, поскольку он, как во всех приличных масках, здесь, естественным образом, фильтр двойной. Первая категория затемненности и такой вот ярко-желтый свет, почему и называется Лемон, обеспечивают или не обеспечивают, а позволяют нам кататься в условиях плохой видимости, то есть, крайне какие-нибудь пасмурные варианты дневной погоды, или, допустим же, как вариант вечернее катание. Фильтр первой категории такой хорошо прозрачный и вполне подойдет для вечернего катания. И благодаря, скажем, своему такому желтому лимонному цвету в условиях плохой видимости либо пасмурной погоды будет дополнительно проявлять, добавлять контрасту и проявлять, скажем так, окружающий рельеф, тем самым предостерегая вас о его неровностях. Сверху на фильтре, опять же, мы видим с вами, присутствует отверстие активной вентиляции как с одной стороны, так и с другой. Это очень, как бы, полезная функция, то есть, набегающий поток попадает в подмасочное пространство, несколько охлаждая разогретый в подмасочном пространстве воздух, выводя наружу влагу излишнюю, ну и, соответственно, поддерживая определенный оптимальный температурный баланс в подмасочном пространстве, дабы у вас не потели глаза, короче, и вообще было приятно кататься. Кроме данных отверстий присутствует еще, так сказать, пассивная вентиляция, через которую отводится вся, скажем, излишняя влага. Вот мы видим с вами сверху такая, как бы, шахта, прикрытая поролоном вентиляционная. И снизу еще дополнительно вот такие вот две присутствуют. Сама оправа достаточно, как бы, гибкая, как мы видим с вами. В то же время пластик подобран крайне удачно. Дубеть на морозе не будет, там хрустеть, либо ломаться тоже, как бы, не дождетесь. Ну, в целом, все выполнено неплохо. Не самая, скажем так, узкая конструкция маски. С одной стороны, это, как бы, не совсем гуд, но с другой стороны, лучше защищает при падении, ударе, допустим, лицом об что-либо. Поскольку и фильтр выполнен из поликарбоната, и такая достаточно прочная оправа, то, скажем так, шансов сильно повредить лицо при падении практически нет. Все, в общем, продумано, не зря, как бы, достаточно старая, известная в этом сегменте фирма. Что еще можно добавить? Уплотнитель, конечно же. Уплотнитель выполнен из двухслойного, как мы видим, поролона. Соответственно, разной плотностью. Внутренний чуть поплотнее, такой более крупный и чистый. А наружный потоньше, понежнее. Это для лучшего прилегания, естественным образом, к лицу, чтобы не возникало никаких там поддуваний и так далее. Чтобы вам было комфортно кататься без ограничений. К сожалению, здесь нету гипоаллергенной подкладочки. Но, с другой стороны, сам по себе поролон, он, как бы, тоже, в общем, вполне пол... Вполне поле... Как бы, не поле, как сказать... Вполне не аллергенен, скажем так. Будет впитывать излишки влаги. И я думаю, что все будет хорошо и в порядке. Что еще можно добавить? Стреп. Такой вот, достаточно широкий стреп. Может быть, не самый широкий, бывает пошире. И вот на таких вот специальных подвижных ушках, как мы видим с вами. Достаточно интересно. То есть, такая подвижность ушек образовывает, образно говоря, что ли, такую независимую посадку шлема. Если... Не шлема, вернее, пардон. Маски. То есть, если как-то у вас там шлем немного на башке ходит туда-сюда, то, как бы, маска более-менее будет оставаться на одном месте. Ну, в общем, как бы, все достаточно неплохо продумано. Силипоновой вставки у нас здесь нету, к сожалению. Зато такая очень бархатистая, приятная поверхность внутренняя. Ну вот, на тот случай, опять же, если она будет как-то соприкасаться с кожей, как вариант. Присутствуют две такие вот, два таких вот регулировочных ползунка, при помощи которых мы можем отрегулировать степ-маски практически под шлем любого размера. Вот. То есть, съезжаются, разъезжаются, все, как видите, очень просто и банально. Маска не очень большая, рассчитана либо на людей с небольшим лицом, как мы видим, либо, скажем, там, допустим, для девушек, либо для подростков, ну, для детей, может быть, но лет от десяти не менее того. Ну, в общем, нужно пробовать, мерить само собой, как и полагается поступать при подборе масок, причем желательно приходить сразу же вместе со шлемом, если таковое имеется, или же подбирать шлем и маску одновременно, тоже как вариант, от этого много зависит. Продается такая вещь замечательная в нашем магазине, как и множество других замечательных образцов, так что, если вы не знаете, на котором из них остановиться, звоните, спрашивайте, мы вам всегда поможем, проконсультируем, подскажем, на какие случаи что будет лучше, не забываем, опять же, о хороших скидках для постоянных клиентов, и до скорых встреч, уважаемые телезрители!